Да нормально, а вы откуда будете, если есть секрет? Понятно. В каком округе, если не секрет, живете? Подольск, конечно, слышу, подольск, следующее Кутузовское, потом Весенье, я все остановки могу от Москвы до Сепы перечислить, кстати, например, и не только, по любому направлению. Ну ладно, а на какие темы беседуете, кого ищете, на какие темы беседуете? Ясно, может какие вопросы у вас есть интересные? Ну кто, простые жители, что ли, или что, или пресса, что-то? А, ну, ну, так, как конкурента, понятное дело. Россия, что-то конкурент Канаде в борьбе за Северный полюс, например, на перспективу. Ну, так, вялые, вялые есть проблемы, но все-таки Россия противостоит западному миру. ПЕСНЯ 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 Да сейчас минус шесть. У меня товарищ живет в детстве. У него сейчас 5-4 тысячи. Ну, я вам объясняю, что вот это три недели, равнится шесть часов, а потом возвращается к семи снова, когда у вас переводят время. Угу. Ну вот, когда у вас переводится? В эти выходные, в следующие выходные или через выходные? Бесконечно. Ну вот, когда у вас переведут, все вернется на семь часов, а пока шесть. Угу. Ну, все равно, все не спится. Да вот, что-то не спится. Не знаю, что не спится. Не знаю, что не спится. Вот не спится и все. А вы откуда будете, если не секрет? Я уже здесь буду. Понятно. А вы кого ищите в рулетках? Ну, в рулетках разлетают. Ааа. Ну, в смысле... Угу. Угу, да. Разлетают. Разлетают. Что? Слушают? Не, ну, я развлекаются обычно там в игры играют, компьютерные. Так развлекаются. Ну, я вас понял. Ну, ладно. Вопросы есть какие-нибудь у вас ко мне? Со временем разобрались. Я думаю, да? Какие же вопросы? Ну, если нет вопросов, то всех благ. Даю вам того. Вы откуда будете, если не секрет? Вы тоже из Канады, конечно. Что тоже? Тоже из Канады. А вы из Канады, да? Ну, я только что Миша из Канады. А, Миша, да? Что у него стрим, что ли? Я тоже из Канады. Я тоже из Канады, да. И тоже блогер. Только поменьше, чем Миша. Вы на Мишу подписаны? Да, да. Ну, так подписывайся на меня, дать вам название. Вам повезло. И здесь на этом перекрестке... Смотрите, не слышно было. Как дела? А, нормально у вас. У нас тоже нормально, все отлично. А, откуда будете, если не секрет? Я из Украины. Да это и так вижу. Город важен. Город... Так, Польша знаете все города Украины? Ну, уж я географию Украины, наверное, лучше вас знаю. Ну, лучше, конечно. Конечно. Волчанск, например, какой области? Я не знаю. Не знаете. А Сидельникова? А Тигерин какой области? Тигерин? Ну, что-то там... Что-то там западную Украину. А, да, конечно, западную, да. Ну, вот видите... Теркатская область. Теркатская область. Ну, вот центральная. Я бы... Центральная. Я больше Восток знаю. Восток я знаю, Достанавий. Ну, ладно. Вы оттуда что? С Черкасской области или нет? Да, да. Ну, вот другое дело. Кого в рулетке ищете? Ну, а что беседуете? Я понимаю, что... Я понимаю, что маску шьете. Общаетесь на какие темы? На темы коронавируса. Ну, какой-нибудь вопрос, может, у вас интересный есть. Ну, вот у вас транспорт ходит сейчас? Ходит. Общественный? Ну, общественный ходит, да. А, ну, отлично. Нас не ходит у нас. Не ходит? И маршрутки не ходит, да? Ну, я слышал, да. Маршрутки? Я слышал, да. Ничего не ходит. Такую фишку у вас, я слышал. Ну, для мелкого города это не критично. Для крупного, да. Неудобства. Вот метро даже в Киеве не работает. Да, но не только. Она даже в Харькове не работает. Это я в курсах. Это я в курсах. Как вы думаете, нормально? Можно так жить? Ну, метро это перебор, я не знаю там, что у вас там думают. Наоборот, метро не ходило, уже не ходило, а трое-четверо суток еще трамваи с маршрутками ходили. Так нам набивались, это же более опасно, чем метро. Конечно. В метро-то можно регулировать вход. Запустил там 20 человек, через 5 минут еще 20. Там собираются в очереди, я понимаю, в метро. Ну, там кто попал, попал, кто не попал, не попал. Где-то так. А наземный транспорт труднее регулировать. Там будут в окна залазить, то есть все. Да. Потому что нет централизованного входа, как метро. Где-то так. У вас когда такое будет? Да у нас не будет, у нас полнее власти. У нас транспорт, я думаю, не будет отменять городской. В таком мире отменяют. Транспорт только у вас отменяют. Чтоб метро. Метро даже в Италии не отменяют. Наоборот, в Италии, знаете, как в Италии сделали? Там... Подождите, Италия это не показатель. В Италии самая большая вспышка. Вот о чем и речь. Я вам объясняю. В Италии самая большая вспышка. И наоборот, там добавили максимально транспорт. Метро ходит, как в Москве. В Италии нельзя так делать, как в Италии. Нет. Вот метро там ходит, как в Москве, через полторы минуты. Чтобы народу не набивалось. Чтобы свободные были вагоны. Там в такие дни у них ходило метро уж раз в семь минут, а сейчас раз в полторы минуты. Чтобы не было давки. Именно вот с целью подотвращения заражения. Вот где-то так. Вот в Италии грамотные меры предпринимают. И автобусы, они максимально участили автобусы, чтобы тоже в автобусах было мало народу в каждом в каждом веикле. Ну да. Вот. Поэтому там... Очень грамотно. Когда там умирает по 800 людей в день, это очень грамотно. Ну так это же они... Они же не от этого умирают. Ну хорошо. Еще какие-нибудь вопросы есть ко мне? Нету. Ну ладно. Да. Я вижу, вы профессионально занимаетесь пошивом масок. Удачи вам. И здесь на этом перекрестке... Вау, круто. Да дураковаляне. Разговаривать, разговаривать... ... Почему же тогда... Утилитарным государством... Правильно? Утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один... У них есть один... ... ... ... ...